Талант или усердная работа? Друзья, что же, ответ вы найдете в сегодняшнем видео. 10 признаков, что вы будете успешным. Первый признак того, что вы будете успешным, вы знаете, чего хотите. Вы определились, что вам нужно, и это преследуете. Большинство людей идут по жизни и, по сути, никогда не задумывались, чего они хотят. В аналогию приведем наземную навигацию. Если вы путешествуете, то можно заблудиться. Но если у вас ориентир, скажем, гора в 10 милях, видя ориентир, вопреки всей длине вы идете к ней. Вы постоянно регулируете свое направление относительно этой точки. Вот что вам нужно изменить в своей жизни. Вам нужны цели, к которым вы будете стремиться. Что-то важное для вас, что вы четко определили. Да, вы можете сбиться с пути, но вы должны быть уверены, что сможете сориентироваться и продолжить достижение цели. Следующий знак, что вы будете успешным, у вас есть хватка. Вы знаете, как справляться с трудностями, вы проявляете упорство. Если вы встречаете препятствия на своем пути, знаете, что вы делаете? Вы находите способ обойти, перешагнуть, проползти под ним. Или вы идете напрямик. Третий знак, что вы будете успешным, у вас есть страсть к тому, чем вы занимаетесь. Вы влюблены в свое дело. Я знаю об этом. Я обожаю Real Men Real Style. И когда вы найдете то, что вы будете обожать, друзья, вы не сможете остановиться. Найдите то, что вы любите и станьте в этом экспертом. Следующий знак, что вы будете успешным, вы носите часы. Потому что все успешные люди носят часы. Нет, я это выдумал. Однако, если вы носите часы, то вы более сознательно относитесь ко времени, и это отличный повод для начала разговора. Следующий предвестник вашего успеха? Вы работаете дополнительно. Вы вкладываете усилия, вы не стесняетесь вставать в 6 утра на выходных, чтобы посвятить лишний час обучению. Да, в выходной все остальные на вечеринке выпивают, а вы нет. Вы останетесь дома, потому что вы хотите закончить написание книги. Вы находите способы, чтобы вложить свой труд. Когда люди посмотрят на вашу работу, они скажут, это ему дано от природы. Но нет, это не талант. Вы приложили удвоенные, утроенные усилия, чем кто-то другой. А это значит, вы заслуживаете этот успех. Следующий знак? Вы принимаете 100% ответственности за свои решения в своей жизни. Вы не пытаетесь обвинить других. Вы не перекладываете ее на кого-то другого, чтобы он подумал за вас и принял решение. Нет ничего страшного в поиске совета от надежного юриста, но когда вы берете на себя 100% ответственность за свои решения и действия, и все, что из этого следует, очень важная штука. Ведь в таком случае вы осознаете, что вы имеете контроль над своей жизнью, и вы вправе выбирать путь, по которому пойдете. Особенно, если вы пошли не в том направлении. Вы сможете это изменить. Так что, друзья, берите ответственность на себя. Следующий знак, что вы будете успешным, вы делаете, а не долго думаете. Таковы реалии жизни. У всех есть великолепные идеи. Проходит время, и ее исполняет кто-то другой. О, это инновационная идея, она пришла мне в голову 10 лет назад. И что, другой парень разработал патент и начал бизнес. И сейчас делает миллионы. Каждый, кто создает компанию, у которой есть интересный проект, понимает, что будет спотыкаться, будет падать, но это и есть путь к успеху. Следующий знак, что вы будете успешным, вы никогда не перестаете учиться. Вы погружены в книги, онлайн-курсы, вы ищете аудиокниги. Так много способов продолжить обучение. Вы общаетесь с гениями, ведь вы знаете, что человек – среднее арифметическое его окружение. Следующий признак того, что вы будете успешным, вы в курсе своих ограничений. Так часто люди излишне уверены. Они думают, раз достигли успеха в одном бизнесе, значит они классные деловые люди. Нет. Может вы поймали удачу, может время было идеальным. Так много факторов влияет. И если будете эгоцентричны и тщеславны, вы не заметите, что нужно исправить, чтобы это вам помогло. Вы совершите большую ошибку. А когда вы обладаете самосознанием, вы поймете, что многого не знаете. Сократ писал о Платоне. Вы знаете. Единственное, что Платон знал, что он ничего не знал. Как Джон Сноу. Смысл в том, когда вы самосознательны, вы понимаете, вы многого не знаете. И будете постоянно учиться, работать, чтобы стать лучше. Ну что, со следующим предвестником успеха я не уверен, что вы согласитесь. Но я считаю, что зачастую успешные люди откровенно странные. Они одержимы. Если вы узнаете их, они детально ориентированы. В каком-то роде невротики. Допустим, парень пишет книгу. И он не хочет идти на выходных на вечеринку, потому что он хочет перечитать, отредактировать уже написанное. Он помешан на этом. Если вы не помешаны на том, что делаете. Если вы не так увлечены. Если вы не так детально ориентированы. Я не говорю о перфекционизме и постоянном анализе. Я о том, что вы уделяете дополнительное внимание. Вот я хочу убедиться, как и другие ютюберы. Мы пересматриваем наши видео, убеждаемся, что все как надо. Перед тем, как выложить его. Если вы не уделяете внимания деталям, то будет сложно, по моему мнению, забраться на вершину успеха. Друзья, что вы думаете? Много хорошей информации. Может вам интересно, как я начинаю действовать? Друзья, как насчет того, чтобы вставать в 5 утра? Посмотрите это видео, зачем просыпаться в 5 утра. Когда вы встанете в 5, у вас будет целый час или два, чтобы сосредоточиться на том, чем вы хотите заниматься. Продолжить ваше обучение. Друзья, вы можете делать утро многое. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео.